покрасить, попробовать пока теперь и покрасить, не знаю, что получится вот эту вот беду, то есть, где у нас панель приборов, это пластик, он тут тоже был до меня крашеный раз 20 краской с баллончиков, но понятно, что краска с баллончиком, это не краска, она, понятно, была выгоревшая, тут даже видно, здесь пластик более черный, здесь уже такой белый-белый, то есть, это я уже его отчухну, ну, пошкурил, то есть, я его сейчас пошкурил, сказали тоже, где я покупал краску, что такой пластик нельзя почему-то антисиликоном обезжиривать, что типа антисиликон оставляет жирную пленку и потом подрывает, не знаю, в общем, так сказать, по старинке помыл его с файрой, наждачкой и взял вот такую вот фарбу для автопластику, фарба, ну, краска для автопластика, типа, считается для бамперов, для всякой такой беды, в общем, написано, что красить сухубо ей, без всяких грунтов, без всякой беды, ну, не знаю, попробую сейчас, что с этого всего получится, 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 не получится, ну, будем что-то другое пробовать, так, ну, ладно, поехали, так, ну, что же, приступим, в общем, я как профессиональный малер, все профессиональные малеры, по крайней мере, у нас работают в синих перчаточках, поэтому одеваем синие перчаточки и будем работать, также у меня имеется модный пульвер, очень-очень дорогой, как у большинства малеров, большинство малеров, вообще, есть по несколько пульверов, там, для орунтовки, еще для чего-то, ну, у меня практически так же самое, у меня есть вот такой вот супер-пупер модный пульвер, которому, в принципе, тоже уже лет 20, когда-то им даже красил какие-то машины свои, сейчас этот пульвер тоже, в принципе, красит все, и машины, и заборы, и токарные станки, и сейчас вот он будет красить даже мотоцикл, так, что у нас тут, в общем, написано, 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 что разводится растворителем, растворителя добавляется 20-25%, растворитель 646-647, блин, мне страшно, берем тогда 647-й, поколотнуть это все дело надо, или открыть сначала надо, что надо, не знаю, так, все, открываем, о, она густенькая такая, довольно-таки густая, блин, начинается, вот почему все работают в перчатках, начинаем обсыраться, так, для более точного развода нам необходимы мерные стаканчики, но мерных стаканчиков у меня нет, у меня есть веса, и есть специальная мерная посуда, с последней пьянки остались какие-то, вот мы и будем это все делать на профессиональном уровне, так, сейчас мы сюда, ой, как повидло, накапаем, блин, что она такая густая-то, блин, она уже испорченная, не знаю, ладно, капец густая, так, 33 грамма, 33 грамма, нам надо добавить к этому 25%, так, 33 плюс 25%, это что-то приблизительно в районе 40, а что-то там, 40 с чем-то грамм, 42, 43 должно быть на выходе, ну, как-то так, так, с последнего раза пили кофе, остались опалочки, что очень пригодятся нам, разводим, колопуцаем это все, так, поколопуцали, пока больше не надо, краску, наверное, можно закрыть, пока что, этого количества хватит, но данную деталь, надо попробовать сделать выкраску еще небольшую, наверное, так, а пульвер вообще хоть пульверизирует или нет, сейчас проверим, как обычно, красить, красим, мыть забываем, ну, это нормально, так, ну, пульвер вроде пульверизирует, сейчас у меня маляра, наверное, закидают самыми тряпками, все делаем через специальные фильтра, естественно, все как положено, это маловато, уже и хватит, нет, еще сделаем, так, стопочку надо помыть обязательно, чтобы еще можно было на следующую пьянку использовать, так, я, наверное, сейчас попробую сделать пробную выкраску, есть у меня вот такое вот пластиковое ведерко, и оно походу тоже с полипропилена, также какие-то детальки, вот мы сейчас, я его не шкурю, ничего, вот такое вот оно глянцевое, просто, как сказали, нельзя делать, побрызгал антисиликоном, и попробую покрасить, если оно будет здесь держаться, ну, соответственно, тогда и там будет держаться, так, ну, что, поехали, так, ну, что-то покрасилось, краска, кстати, это бамперная считается, поэтому она может ложиться структурой, ну, я попробовал положить с минимальной структурой, ну, с чуть-чуть структурой, сейчас оно подсохнет, и посмотрим, что у нас с этого вышло, так, ну, в принципе, сохнет очень быстро, подсохло, да, имеет такую легкую, шероховатую структуру, ну, как пластик, в принципе, как заводской пластик, ну, и так, в принципе, держится довольно-таки неплохо, попробовал ради, попробовал ради интереса еще тут баллончиком брызнуть, вот, баллончик просто, вот, он сам по себе сразу же, вот, слазит, не держится на таком пластике нормально, соответственно, потому оно все и облазило, а это, в принципе, как бы, ну, держится так, как бы, как бы держится, ну, и тогда можно приступать к покраске основной детали, правда, воняет, до разу. Так, ну, на первую слой смотила, а вот на вторую уже, я не хватит. Ладно, зайду еще. Так, ну, в принципе, покрасил уже, там, снимал дальше, ну, как бы, вот такая вот структура получается, в принципе, очень похоже на структуру пластика, ну, в принципе, так она и есть, такая же структура при литье. Вот так вот. Ну, как-то так. Будем продолжать дальше наши манипуляции. Вы же не подумали, что с баллончика крашен? Это все, на всего антисиликон. так, что, ребята, в общем, я его, как бы, погрунтовал, уже слегка перемотывал, подшпакливал, там, подпаял. В общем, подготовка к покраске, это, честно говоря, далеко не мой конек. Я не люблю эти все процедуры, но, тем не менее, иногда, и это тоже надо делать. Значит, просто банально перекрасить, как бы, мне это, честно говоря, не совсем интересно. Поэтому, мне его как-то хочется преобразить, так сказать, чтобы он не был однотонным. Почему-то, вот, скажем так, все 650-е Трансальпы, они все какие-то, вот, однотонные. В то же время, когда 600-е Трансальпы, они все были в большинстве своем, были как-то, ну, по мне, более интересно. То есть, были какие-то определенные цвета, полоски, они были поярче, ну, по крайней мере, это мое личное мнение. Поэтому, я бы его, честно говоря, хотел бы немного, так сказать, как-то, как-то разбавить. В связи с тем, что хочу, чтобы рисунки переходили, я сейчас этот весь пластик накидал, сейчас делаю разметку, при помощи моего любимого бумажного скотча, и возьму это все, отмечу, слегка-слегка, отмечу, как бы, другим там цветом, краской, там, с баллончиком, чтобы, когда это все уже снимется, при покраске, можно было уже, как бы, отлеить так, как оно, хочется, чтобы выглядело. Ну, по крайней мере, я так себе думаю, как это все получится, не знаю, но, сейчас попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok, 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 ДимаTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, как бы пока что трудно понять, что это такое, но после того, как оно все покрасится, я надеюсь, что так оно все покрасится, я думаю, будет уже более ясно, как оно все будет выглядеть уже вживую. Ну, мне важно было, главное нанести, чтобы контуры были. Таким вот образом примерно это все выглядит. Ну, даже пока что может быть это все с трудом понятно. Но потом, я думаю, общая картина вырисуется и все оно должно смотреться, как по мне, симпатично. Ну, скажем так, я художник. Так, ну что же, в общем, меня немного подготовительные процессы покраски утомили. В общем, решила немного позаниматься чуть-чуть технической частью, а именно пообслуживать суппорта. Сейчас у меня это вот задняя тормозная система в руках, ну и с передней будет все то же самое. Значит, смысл в чем, что, ну, суппорта я тоже хочу покрасить, опять покрасить, ну, такое, как бы, но самое основное, необходимо обслужить сами поршеньки, ну и, соответственно, цилиндры, что там в середине, потому что сюда начало уже попадать много всяких инородных тел, которые там явно не нужны. в общем, это все дело необходимо обслужить. Так, ну, сейчас я покажу, что здесь с телефона сниму. Ну, вот таким вот образом оно сейчас все выглядит, оно вроде как все работоспособное, но, тем не менее, выглядит немного все уже ужасающе. Ну, без малого, ну, каких без малого 18 лет эксплуатации все-таки дается. Тут вот видно уже под поршень начали туда попадать мелкие частицы, то есть это все надо разобрать и, соответственно, вычистить. В общем, как-то так это все выглядит немного страшненько. Значит, что, необходимо нам суппорт отстегнуть от шланга. Так, все запчасти в отдельную баночку. Тут у нас, естественно, тормозная жидкость есть, которая нам сейчас ни к чему. Так, это мы пока прокачку оставим. Прокажу в сторону. Дальше достаю сами направляющие. скидываем пыльник с посадки с одной стороны и достаем. что мы видим? Видим, что он уже суховатый, несмотря на то, что я его в начале сезона эти все узлы перемазывал, но, тем не менее. Так, это достали. Ну и дальше необходимо извлечь сам поршень. Можно, в принципе, было просто его выдавить, так сказать, нажимаю еще на тормоз. снято тоже так. Это делается элементарно просто. Берем продувку, компрессор и... как-то так. А должен был выйти гораздо легче. вид оно сейчас имеет совсем непрезентабельный. Ну, вот так вот, то есть, видно, что на самом поршне куча-куча всякой разной срани. В середине вроде ничего такого криминального нету, но сейчас это все вымоем и посмотрим. Так, отсюда достаю сразу пружинку, которая удерживает тормозные колодки тоже в сторону. И это все дело сейчас необходимо будет нам отмыть и почистить и подоставать пыльники, манжеты, там тоже все повычищать. Отмыл немного и теперь нужно нам достать отсюда пыльник аккуратненько и сам манжет. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы не порвать. Так, это у нас сам манжет. вот топыльник. Так, ну, под манжетом все чисто, а вот под пыльником сранее хватает. То есть, это тоже нужно вычистить, все перемыть и потом собрать обратно. В общем, так, ну и самим поршеньком самое главное поршень нужно нам очистить от этой всей сране. Можно просто вручную, но я-то это в токарном станке. в общем, вот так вот получилось. Чистенький, блестящий, аккуратненький, готов, в принципе, к установке. Делал это именно вот такой вот мочалка для посуды, то есть, она у нас идет же алюминиевая, поэтому она гораздо мягче, чем вот этот материал, потому что здесь сталь и сталь довольно-таки непростая, пускай-то она или прикалена, или как, честно говоря, ну никогда не задавался этим вопросом, но в общем она довольно-таки твердая, а это соответственно мягкая, поэтому бояться, что поцарапаешь этой бедой абсолютно не стоит, то есть, можно было, конечно, войлоком это все дело сделать, но мне, честно говоря, лень. Ну, в общем, вот так вот готово к установке. Так, передние суппорта тоже снял, ну в принципе весь процесс разборки показывать не буду, все так же самое, как на заднем. Единственный нюанс с выдавливанием поршняков здесь, здесь у нас идет двухпоршневой суппорт, то есть, буду делать так же самым воздухом, желательно так, чтобы глаз не получить, но здесь надо контролировать, чтобы не получилось так, что у вас один выскочит, а второй останется задвинутый. Вот как получилось у меня сейчас. Ё-моё. Один выскочил, а второй полностью там остался сидеть. Ай, так, ну, вот видите, это то есть говорит о том, что вот этот, вот он и зашел свободно, работает хорошо, а этот не совсем. Значит, что я делаю? Подставляю сюда охраничитель. Так, пошел. Пошел. сейчас давление уменьшу просто на компрессоре. Вот что получается, видите, как бы вот этот вот сейчас выскакивает свободно, буквально чуть-чуть, а этот, вот этот держу, а этот не хочет. вот он пошел. Так, вот он начал уже выходить, вышел на определенное расстояние. Теперь я этот выдвигаю примерно на такое же. Есть. Этот я держу, так как он выскочил, уже ходит свободно. я думаю, достаточно. Еще не совсем. Ладно, в общем, я этот выдуваю, так как этот уже ходит здесь свободно. Тоже так себе еще от руки не сильно. вот оно так и есть. Этот у нас почему-то чистый цилиндр, а в этом цилиндре есть какая-то срань, которую необходимо вычистить. Ну, в общем, вы увидели, как это не надо делать. В принципе, у меня есть цанги, ну, то есть, можно цангами зацепиться и обратным молотком аккуратненько достать, но не у всех есть цанги, поэтому показал, как это можно сделать без цанг. Ну, и так же можно машинкой их аккуратненько выдавливать. Так что, вот так вот. Ну, все буду чистить, красить, ну, и уже потом будем собирать. Суппорта я покрасил, передний уже собрал, будем собирать. Наглядный пример задний суппорт. Значит, ну, понятно, все вычищено, вымыто было. Значит, первое-очередное нам необходимо установить обратненько наши манжетики. Манжетики желательно чем-то слегка смазать. Очень легонько. Я делаю это, в принципе, маслом, но очень-очень слегка, так как эта резина, скажем так, не совсем маслостойкая, желательно это делать каким-то силиконом. Сам манжет установил, теперь пыльник. аккуратненько заправляем в канавку, чтобы его нигде не перекрутило. все есть установлено. Дальше сам поршенек. Это уже буквально каплю. Можно, в принципе, желательно так же сам, ну, можно делать это смазывать той же тормозной жидкостью. Я, честно говоря, не хочу иметь голыми руками дело с тормозной жидкостью, да и на краску тормозная жидкость не сильно хорошо влияет. Все-таки возьмем тормозную жидкость, потому что недостаточно масла. Много масла не хочу наносить. есть. Все на месте. То есть вышел абсолютно легко и непринужденно. То есть нельзя его туда запихивать, так сказать, усильно, насильно, так как можно повредить манжеты. Теперь он ходит, а его буквально руками вот оттуда достаю и просто туда его обратно могу погрузить. вот абсолютно легко. Так оно и должно работать. Дальше необходимо установить все пыльники на свое место, резинки. резинки опять-таки можно силиконом, но я беру просто мылом. Вот эти резинки точно нельзя трогать маслом, таким моторным, грубо говоря, потому что они абсолютно не бензостойкие. есть это вскочило. Эту резинку сюда вставляем. Там есть специальная выточка под манжетик, пазик. Сюда это дело все аккуратненько заправляем. В принципе и все. Что там остается? Что нам остается? Ну тут опалится он у нас пока что на цинковке, который встает сюда. Можно поставить только вот этот цилиндр. А вот здесь уже направляющих обязательно их нужно обслуживать, чистить и смазывать. Смазывать в принципе можно и пластичными смазками, но есть там разные специальные смазки для для суппортов. То есть такое тоже есть в природе, желательно использовать их. Смазали и вставляем туда этот палец. Движки. Раз. Раз. все направляющие должны ходить абсолютно легко. То есть если есть там даже небольшие люфты, ничего страшного. Но они должны перемещаться абсолютно легко и без всяких усилий. То есть это обеспечивает правильную работу тормозов и соответственно износа стойкость колодок. Все. Осталось колодки поставить на мотоцикле и суппорт установить на свое место. Но это уже тоже на мотоцикле после того как все элементы будут готовы к установке. Что пришло время менять рулевые подшипники. Рулевые подшипники. В общем здесь я что-то думал стоят радиально упорные конические а здесь стоят вот такие вот шариковые. В общем сейчас мне необходимо достать обоймы но в чем сложность что диаметр внутренний диаметр мотоцикле